Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Кастл Шторм, у нас компания Ослиный Остров и миссия по коням, с неё-то мы и начнём. Так, снарягу мы всё сделали, замок пока, как видите, пуст и мы начинаем с вами бой. Загрузочка, ну это понятно. Так, что такое? Наездники на ослах готовы, сэр Гаррет? Хорошо. Викинги восстановили укрепления, смотри, у них появилась такая же баллиста, когда речь идёт о войне, викинги быстро учатся, сначала они украли наш самоцвет, теперь нашу технологию, тебе не кажется это странным? О чём это ты говоришь? Нет, ни о чём, но я буду за тобой присматривать. Берегись Воу Ха-ха, крут Ничуть не прибило Прошу прощения, мне нужно сменить мантию Ха-ха-ха Ну вы поняли, да, почему? Солдаты, приготовьтесь к бою! Не высовывайтесь и берегитесь артиллерии врага! Да, сэр! Хм, ну что же, вражеский аванпост, уничтожьте вражеский замок. Так, закончить за два тридцать, ага, конечно, закончишь тут за два тридцать. Так, волчара, не понял, это мои копии такие слабенькие, что мы уже волка не можем убить. Так, друзья мои, так дело не пойдёт, согласись. Так, где, где мои... Вот они. Давай, 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 друзья мои. По крайней мере, с волками мы уж и разберёмся. А этих я нашинкую сам. Смотри, что делать. Тоже баллиста в меня вражеская бомбит. Так, а мы будем потихонечку с вами... Ммм, начинать с уничтожения. Так, вот это я, наверное, уничтожу здесь. Так, валуны. Вот так вот, это ему для начала. Давай-ка мы, наверное, сюда ещё и яблочко пульнём. Давай-давай-давай-давай. Ох, как хорошечно. Смотри-ка, у меня там паладинчики наяривают бульзеров. У нас же ещё вояка насле есть, так ведь? Да, вон он идёт. Блин, ну, викинги, конечно, тут жёсткие на самом деле. Так, что мы с вами тут сидим, рассусоливаем, когда нам нужно уничтожать вражеский замок. Ах, как смачно. Так, дай-ка я птичку, наверное, сюда выпущу. О, где она там? Где птичка-то? Я птички не вижу, друзья. Слушай, а у нас, кстати, есть ещё вот такая вот... Вау. Овца прикольная. Так, ладно. Давай-давай-давай, вояки, вперёд. Как говорится, он получил... Мне нравится, как паладин идёт, да? Меч на плечи и вперёд. Так, ну, а мы с вами, соответственно, будем дальше продолжать. Можно сыра гарита вызвать на поле боя. Как говорится, размяться. Но мне нужно бомбить вражеский замок. Ох ты, посмотри, как я ему сейчас верхние этажи просто в хлам снёс. Вот это да, вот это было шикарно. Вот, кстати, тут надо вот так сделать. Ой-ой-ой. Маленечко не то сделал. Так, подожди, у меня только одни лучники остались, надо их прикрывать. Их нужно прикрывать, друзья мои. Они хоть издалека нормуль так бомбят. Ай, смотри. Буловой кто-то там бросается, да? Дай-ка я, наверное, маленечко подсоблю моим солдатам. Моим солдатикам. Так, вот этот вот ахламон, который строчит. Вот он, вот он, вот он, вот он молотый бросает. Что-то как-то уж быстро разобрались с моей армией здесь на самом деле. Так дело не пойдёт. Давай-давай, палычи, уничтожайте. Вау, с вертушки наказал, да? Так, хорошо. Это всё дело замечательно, но у меня есть поважнее. Поважнее дела. Давай-ка мы вот здесь вот, наверное... Ага. Слушай, осталось нам всего две постройки уничтожить. Всего две постройки уничтожить. И всё у нас будет на мази. Так, а если я выпущу овцу? Неплохо оно, кстати, да? Бомбит. Куда ты жрец? Куда ты прёшь-то в одно лицо? Господи, а. Вот дурень. Ой, дурень. Его сейчас... Его сейчас разнесут. Ну что ты там делаешь в своём благословении? Кому оно нужно? Там никого нету. Вот так вот. Если бы не я, давно бы уже был бы трупом. Так, ну а мы продолжаем. У нас камни откатились. Ах, смачно. Так, ещё одну постройку нам нужно с вами уничтожить. О! Так, ну птичку бесполезно, да? Туда вызывать. Потому что она наносит, по-моему, урон только лишь юнитам. Только лишь юнитам. Кстати, лучников нужно прокачивать. Вы посмотрите, как они очень хорошо нам помогают. Во-первых, на дистанции, да? И довольно неплохой урон. Так, ну а мы, естественно, с вами будем... Дальше уничтожать вражеский замок. Да что, что... О! Победа! Ну вас не остановить. Ещё бы! Ещё бы меня остановили бы здесь. Так, открыт новый снаряд. Зелье обращения. Зачем убивать врага, когда можно убедить его сражаться на вашей стороне? Слушай, вот это прикольно. Вот это очень прикольно. Так, открыта новая бонусная комната. Тюрьма. Вы получаете бонус золота за каждого живого врага в конце битвы. Хм. Слушай, вот это круто. Это очень круто, на самом деле. Так, снаряд дня. Ну, естественно, камни, потому что я камнями пользуюсь. И видите, боец дня именно лучники. Они 12 убийств сделали. Они просто великолепные. Так, ну, мы идём с вами вначале в снарягу. Конечно же, я буду... Так, а вместо кого взять-то? Я думаю, что, наверное, вместо птички. Вместо птички мы с вами возьмём... Вот это вот зелье обращения, да? Конечно же, будем его использовать. И что я хотел сделать? Я хотел заняться прокачкой. Прокачаем с вами камни. Как основное наше оружие, ведь так? Угу. Потом я хотел прокачать лучников. Улучшить. Да-да-да. Так, 2300 нужно, да? Так, у нас тюрьма. Ну, сами понимаете, да? Нам нужно с вами... Погоди, а я тюрьму могу ещё и улучшить? Чё, серьёзно, что ли? Ага, вот так даже. Слушай-ка. Это неплохо, что мы можем... Так, ну, для начала нам нужно ещё установить эту тюрьму, да? Чтобы это, как говорится, всё у нас работало. Идём с вами в редактор. У нас... Подожди, подожди, подожди. Это что это такое? Разве у меня всё так было? Чё? Подожди. Чё-то он как-то переделал, по-моему, замок мне. Нет, ну я вижу, тут всё есть, да? А я загрузить могу, например, свой замок? Да-да-да, вот этот именно замок я хочу... Вы уверены, что хотите загрузить этот замок? Да, я уверен, что я хочу загрузить именно этот замок. И сюда мы с вами должны установить тюрьму. Где у нас тюрьма, которую мы с вами получили только что? Вот она. Вот сюда я её и воткну. Вот эта штука мне не нравится. Так, подожди, давай-ка мы, наверное, вот эту вот уберём. Как-то она тут к силу, не к городу. А тюрьму поставим. Ну, чтобы всё было красивенько, идеальненько, да? Вот, смотри-ка. Вот теперь совсем другое дело. Прям в притышку мы, кстати. Вот плохо будет, если снаряд полетит и пробьёт крышу. Мы потеряем с вами это здание. И это будет плохо. Вот здесь вот, кстати, хотелось бы, наверное, немножко укрепить. Но пока не буду ничего делать. Слушай, мне такое впечатление, что тот замок предыдущий был по территории как-то больше. Может быть, мне, конечно, кажется так. Ладно, не имеет значения. Я сохраняю вот этот вот свой замок. Да, я хочу перезаписать. Новый. Ну, всё, надеюсь, да? И поехали, друзья, на очередной наш бой. Всё. Тут мы с вами всё завершили. Выйти из редактора. Да. Так, друзья мои. Ну, тут всё хорошо, всё отлично. Это всё, естественно, назад. И начать бой. Ха-ха, толчок. Очередь. Что с ними не так? Я больше не продержусь. Прошу прощения, друг мой. Похоже, мы неверно оценили, сколько отхожих мест понадобится солдатам. Тем более сейчас, когда пришлось выпить всю воду на ослинном острове. Хорошо, что я на винной диете. Надеюсь, это не скажется на твоём мастерстве в бою. Твои солдаты вместо сражения будут подпрыгивать, чтобы успокоить мочевой пузырь. Так что ты сам за себя. Здравствуйте. Опять я без армии, что ли, остался? Зов природы. Уничтожьте замок врага. Вы серьёзно, что ли? Друзья мои, обалдеть. Ха-ха, вы поняли, да? Я должен уничтожить замок врага. При всём при этом у меня отобрали мою армию. Ты понимаешь, да, о чём я? Поехали. Так, что-то я там разрушил. Что он там в меня пуляет? Слушай, а копьё-то вот это нужно тоже, друзья мои, улучшать. Потому что, ну, вы сами видите, что дамаг уже недостаточно хороший. Так, я вот так вот сделаю. Поехали. Вот так вот сейчас и тут устрою ему карновальную ночку. Офигеть, я там на разрушение ему наделал. Так, нет, мы, конечно, можем взять с вами сэра Гаррита лично под своё командование. Но тогда я не смогу управлять снарядами. Поняли, да? К чему я? А так мне приходится ещё и защищаться. Но мы можем с вами что сделать? Бросить пузырёк. И тогда эти ребята будут драться за нас. Но, естественно, не волчары. Естественно, не волчары нам нужно. Да ёпрст, ну. Да что ж ты будешь делать-то, а? Оу! Я не знал, что тут волк у нас буянит. Так, отлично. Дай-ка я вот так вот сделаю. Хе-хе-хе-хе. Так, а я буду в этот момент бомбить. Ну, отлично. Хорошечно. Опять волчар тут, а? Ой-ой-ой, друзья мои. А вы заметили, что по мне тоже идут атаки? Посмотрите. Одну постройку всё-таки они уничтожили мне. Это можно посмотреть в левом верхнем углу. Сейчас 16 из 17. Слушай, я что-то не могу с ними справиться. Во! Поехали, поехали. Волонные, волонные, друзья мои. Это самое то, что нужно для меня. Так, ну что, смотрите. Практически, друзья мои, я уничтожил ему замок. Остаётся всего лишь одну постройку уничтожить. Копья, естественно, не пробивают камни. Это, чтобы вы знали на будущее. Тут нужны либо снаряды. Так, либо снаряды, либо что-нибудь ещё. Овца, кстати, тоже, по-моему, не наносит повреждений. Яблоко вроде бы как наносит. Можно проверить? Ну-ка, бросим вот мы его. Давай посмотрим. Да, оно наносит. Причём довольно неплохие повреждения. И последний, наверное, заряд валунов. Что это за дирижабль тут ещё летает? Он нервирует меня. А чё перестали у него эти... А, друзья, вы видите, я уничтожил ему казармы. В общем, те постройки, где он мог делать свою армию. То есть, видите, да, он перестал вызывать на меня своих викингов. Потому что у него ничего не осталось тут вообще. Ах, как смачно я ему зарядил. Что он там всё бросает? Чё он там бросил? Нехило, да, бомбит по мне. То есть, он тоже может легко забомбить. Если вот уничтожит, например, вот эту вот стену пробьёт. И всё, тут у меня сами видите и паладины, и жрецы. Надо будет укрепить это всё дело по-нормальному. Если не хотим с вами сфелиться в ближайшее время. Да что ж ты будешь делать? Давай яблочко пульнём. Ну. Ну-ну-ну. Эть. Не упала. Давай проверим, овца пробивает или нет. Приземлилась просто и лежит, отдыхает себе. Вот эту вот штуку, кстати, тоже нельзя уничтожить. Вот эти вот врата. Они просто как по умолчанию здесь нужны. А может быть я ошибаюсь. Может быть и можно. Так, ну что, давай, наверное, ещё валунчик бросим, да? Ещё бросим валунчик. Всё. Отличная стратегия. Ещё бы она была не отличная. Так, открыта новая бонусная комната. Арсенал повышает силу атаки ваших бойцов. Вот это ещё хорошо, друзья мои. То есть наши бойцы становятся сильнее. Так, снаряд дня. Ну и понятное дело урон. Смотри, сколько мы. 3.552. Нанесли. Выберите следующее задание. Финальный прорыв и злобные вепри. Ну, мы начнём с вами с побочки, потому что всё-таки золото нам нужно. А за эти миссии нам дают голдишку. Так, ну что, идём в мой замок. Естественно, в редактор. Что у нас тут новое появилось? Я уже не помню. Что-то появилось, да? Нам какое-то, по-моему, дали новое здание. А, Арсенал. Арсенал. А где он, интересно? Ну-ка, давай посмотрим, как оно хотя бы выглядит. Так, это кабинет вербу... Подожди-ка. Погреб. Вот, вот он, друзья мои. Арсенал. И... Хм-хм-хм. Вот тебе и Арсенал. А как мне быть? Как мне его установить? Так, секундочку. Ха-ха. Как же мне... Ай-яй-яй-яй-яй, друзья мои. Ай-яй-яй-яй. Знаешь, почему ай-яй-яй? Потому что мне придётся вот это вот убирать. Вот это вот придётся мне убирать. И ставить сюда уже наш Арсенальчик. Вот так это будет как-то выглядеть. А, да. В принципе, неплохо, да? Мы здесь убрали. Немножко место у нас освободилось. Слушай, так даже лучше на самом деле. Так, а здесь я опять поставлю стену. Потому что я не хочу, чтобы мы с вами потеряли что-нибудь. Здесь, конечно, можно ещё поставить. Вот по одной. Так, а знаешь, что мы с тобой сделаем? Кстати, да. Или нет? Нет, пока не будем. Пока так меня устраивает вполне. Ну что, Арсенал. Это всё понятно. Теперь, естественно, друзья мои, мы это дело всё сохраняем. Да? Наш замок. Давай. Сохраняем. Конечно, перезаписываем. И продолжаем, друзья мои. Пойдём против злобных вепрей сейчас с вами драться. Так. Выйти из редактора. Всё. Деньги, деньги, дреби, деньги. Я могу прокачать? Нет, друзья. Почему-то я не могу. Хотя уровень первый написано. А почему? Почему мне не дают такой возможности? Начать бой. Так. Что здесь у нас происходит? Друг Вик пошёл прогуляться, видите ли, да? Как всегда, как обычно. Ночью в одно лицо. Так, злобный вепрей. Хрюкает. О, может ты уже прекратишь хрюкать-то? На помощь. Беги, старик. Ходит толстый, а бегает он будет здоров. Так, перебейте вепрей. Ну, в принципе, неплохое задание перебить вепрей. А, есть армия? Нету, друзья мои, никакой армии у меня. Должен своими... А могу я гарта выплевать? И гарта не могу, да? Понял. Так, тихо, 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 тихо. Вепрей. Не выёживаемся. Надо будет прокачать, кстати, вот это копьё. Потому что оно у нас первого уровня. Куда? Эй! Так. Для затравочки я это сделал. Смачно. А я могу же и волнунами их бомбить, так ведь? Наверное. Наверное, я мог бомбить. Так, что ты тут хрюкал? Сколько вас нужно здесь убить? Интересно. Ну, деньги мне дают, слава богу. Так. Ну, что ты там, мурло, стоишь? Прячешься от меня. Так. По 25 голдишки. Не так, конечно, много, но всё-таки. А если я брошу вот эту бутылочку? Хе-хе-хе. Кабан против кабана. О! Нормуль. Смотри-ка, вражеский кабан почему-то оказался сильнее. С чего это вдруг? О! Неплохо я, да, волном сейчас? Дай. Вот так-то. Ой. Не то делаю, друзья, не то. Буду знать своё место. Хе-хе. Ну, что-то там вылез. Вылез он мне. Подглядывает, всё главное, да? Так. Вот эти вот, которые медленно идут, они довольно неплохие. Победа! Получите постреле в колено. Получили. Победа. Ух, почти фулл звёзды. Нормуль. Нормуль. Новый рекорд. Так. Снаряд дня. Ну, это понятное дело. Ну, а мы с вами продолжаем, друзья мои. Продолжаем играть. Давай зайдём в снарягу и кое-что... Ага. Я могу улучшить. Но я хотел улучшить нашу вот эту вот копишку. А нужно, потому что мы им часто пользуемся. И вы сами понимаете, для чего это всё делается. Ещё улучшим. Так. Камни. Камни уже не могу, к сожалению. Могу вот эту вот бутылочку. А зачем её улучшать, если она и так действует? Нормуль. Неплохо. Кстати, ядра у нас этого нету, да, с вами? Оно и не нужно, в принципе. Так, лучники. Смогу я могу ещё прокачать наших лукарей. Да. Этого достаточно, я думаю. Ну что, друзья. Начнём бой очередной. Финальный прорыв. Уничтожьте замок врага. Опять? Опять я должен уничтожать замок врага. Хорошо, ладно. Где моя армия? Давай, друзья мои, идите. А я пока займусь уничтожением. Нет, я пока не начну, потому что у меня всё в откатах. Всё в откатах. Вот, я могу яблочко применить. Бамс! Ага. Пошла-пошла разруха. Ага, хорошо. Я ему, если, друзья мои, верхний этаж разнесу, то это будет хорошо. Кстати, у него тоже будут вот эти вот шаманы, которые смогут переманивать моих юнитов на его сторону. Так, а вот это вот мы с вами вот таким вот образом будем применять. А? Хорошо ведь, согласись. Довольно неплохие повреждения мы сейчас сделали. Так, армия. Где моя армия? Давай, паладин, епископ. Всех-всех-всех-всех-всех будем вызывать. Нормуль. Так, яблочко полетело. Кстати, вот это вот... Вот это здание нужно уничтожить, друзья мои. А если я вот так сделаю? Эй, ну-ка проверим. Ох! Хе-хей, ребятам я сейчас не позавидую. Мы взяли и огра переманили на свою сторону. Вот так-то вот. И это очень круто. Вот это если здание уничтожим, огров больше не будет. Овца, лети. Лети, овца. Ну, она как бы наносит повреждения, но не такие большие. Вы сами. Но! Ох! Хорошечно-то как, а? Звезданули. Смотрите, друзья, мы все-таки сломали ворота. Только что нам это дает? Да ничего. Мы будем просто с вами вокруг да около здесь ходить, да и все. Ну, огру, смотри, очень мощный, да? У него только пол хп отняли. А если еще сейчас этот жрец будет тут хилять, то это вообще будет имба. Так. Все, друзья мои, я уничтожил ему комнату с огром. Ты видел, что сейчас сделал? Я выпустил, короче, яблоко. Он взял, по яблоку попал, и оно взорвалось. Ха-ха, вот так-то вот. То есть он может сбивать снаряды. А куда это мои орлы собрались все-то? Не пойму, ходят вокруг да около. Так, давай-ка мы вот этого вот викинга тоже себе заберем. А вот этих вот расстреляем. Взял своего же и шлепнул. Ой, дурень. Ладно. Так, камни откатились, давай бомбить. Тыдыч! Блин, ребят, тут на добром слове у него держится вот эта вот стена. Ну. Да чтоб тебя-то, когда что рухнешь-то, а? Смотри, вот это все должно упасть. Ха-ха. Напоминает мне чем-то еще, знаете что? Вормс. Битва этих червячков, да? Там тоже так же. Разрушать все это можно было. Шелезно. Так, смотрите, этот еще жив. А где у меня это? Давайте-ка вызовем, наверное... Нашего хиллера, да? Я буду убрать хилл. А то его тут что-то нету. Не ходит, не прохлаждается, так скажем, да? Так. Ну, где ты там? Вон, за хилл там делают нехилый. Сейчас мне огра этого подобьют, по-моему. Так, ну что? Остается совсем... Курицу? Подожди, подожди. С какого вдруг перепуга ее превратили в курицу? Эй! Ну, да. Вперед к новым победам. По ослам достижение получил. Смотри, наш сидит, да? В этом заново держится. Угры валят. Нам нужны тяжеловооруженные солдаты. Тяжелое оружие, тяжелая броня. В общем, чем тяжелее, тем лучше. Для этого понадобится много руды. Тяжелой руды. Железной. Значит, надо захватить шахты. Верно. Но сначала... Сначала убьем огра, да? Опять этому Вику повезло. Ну все, оставай уже, хорош. Так, получен бонус золота. 9000 голды. Так, открыто новое заклинание. Священный щит. На короткое время делает дружеского бойца неуязвимым. Открыта новая бонусная комната. Зал для тренировок. Ваши бойцы с некоторой вероятностью будут появляться с дополнительным уровнем. Вау. С дополнительным уровнем. Хм. То есть, если он пятого, он может выйти шестым, да, уровнем. Слушай, боец дня. Убийство 8. Понятное дело. Ну, у него, согласись, огра покруче будет, чем мой паладин. В разы причем покруче. Так, что у нас по снаряге? Берем, берем, друзья, конечно же, этот священный щит. Без него нам никуда. Так, у нас с вами достаточно голды. И мы можем с вами малеха прокачаться. Так, ну что, улучшим еще лучника нашего, да? Так, подожди-ка, по комнатам. Улучшить. Я могу улучшить, друзья мои. Ага. Что будем делать? Увеличить максимальный размер армии. Так, 7, да? Сможем призывать. 7 юнитов. А если я еще? 8. А если еще? 9. То есть, это, ребята, 9 юнитов будет за раз призвано. Ну, то есть, больше я не смогу. Вот теперь 10. Давай посмотрим максимальный сколько. Все, 11. То есть, пока 11 юнитов у меня будет доступно, чтобы бегали по карте. Так, здесь у нас что? Ускоряет производство еды. Это тоже, кстати, нужно улучшать. Потому что от еды, друзья мои, зависит наша армия. То есть, чем больше еды, тем быстрее и больше я смогу сделать юнитов. Ну, а теперь мне нужно идти в мой замок. Естественно, в редактор карты. И вот здесь вот убирать вот эту вот постройку. И ставить новое. То, что нам дали. А дали нам с вами... Да, зал для тренировок. Вот сюда мы его выставим. Сюда мы его утвердим. И все у нас хорошо. Так. Есть вот единственное, что, конечно, у нас по защите здесь очень-очень слабенько. Если они пробьют, то мы с вами можем лишиться сразу два здания. Ну, а там уже и 3, и 4. И пойдет, как говорится, по накатанной. Вот такие вот пирожочки. Так, ну ладно. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Ну что, мы с вами маленечко прокачались, да? И, по-моему, пора уже, как говорится, приступать к боевочке. Так, да все-все-все. Я уже отредактировался. Хватит уже. Начать бой. Так, это что это такое у нас тут? Ого. А, рудники? Хм. Ничего себе. Ты смотри. Это кто такие? Это кто там? Паладины у него такие? Именем его величества, короля Эдгара, я конфискую эту шахту в пользу королевства. Мы не признаем королей и служим лишь нашему повелителю. Это сэр Брутус. Хм. Можно было и догадаться по красной форме. И что же это за повелитель? Лорд Ру... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не твое дело. Главное, имей в виду, что эта шахта наша. И мы не отдадим ее без драки. Хм. Значит, будет драка. Вот так вот, друзья мои. Рыцари-грабители. Разручьте замок или захватите шахты. То есть, вы можете представить, что сейчас будет, да? Что сейчас будет? У нас опять проблемы с едой. Ну, для меня это ерунда. Мы будем сейчас с вами разбираться. Вот таким вот образом. О, палыч, смотри, какой крепкий. Так, просто нахрапываем. У него четвертого уровня палдина. А у меня, кстати, тоже четвертого уровня. Но у него все четвертого уровня, да? А ну-ка давай яблочком угостим их тут. Хе-хе-хе-хе. Камни, 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 друзья мои. Вау, неплохо, неплохо, я нашинковал. Так, давай-ка вызовем, наверное, епископа. Палыча. О, ты видел, как мой палыч там разбирается? Бумс, в него выстрелили такой грудой стрел, е-мое. Так, а мы? А мы должны бомбить дальше с вами. Иди отсюда, нечего здесь сделать. Так, готово у меня яблоко. Запуливаем. Отлично. Давай-давай-давай-давай, стену эту разрушим. Пожалуйста, а кто-ка... Кто, черт подери, камень сбил, а? У меня летел камень, он взял и... Просто его сбил. О, жрец там хиляет, молодец. Успевает. Надо делать свое делишко. Так. 11 юнитов. У нас в данный момент 8 на поле, то есть мы с вами можем еще 2. Что-то там только не применяет, а, против меня. У нас готова овца. Поехали. Ух ты, как она пробивает неплохо. Давай дальше. Да-а-а! Ха-ха-ха-ха! Вот что здесь мешает. Ёлки-палки, друзья мои. Вот эта вот фигня мешает мне запускать снаряды. Все, я теперь понял. Это, кстати, не есть хорошо. Это очень нехорошо, я так сказал. Что? А как, интересно, я должен захватывать вот эти вот шахты? Каким образом-то? Там написано было, либо уничтожьте вражеский замок, да? Либо... Ну, либо захватите шахты. Вот я сижу и думаю, как-то мне сделать. Хочу посмотреть, что это за неуязвимость, как она работает. Кстати, того паладина можно было бы, наверное, лучше захватить к себе. Давай. Ай, камень... Нет, не врезался. Хорошо. Замечательно. Так, давай-ка, наверное, еще вызовем. Немножечко армии. Так, а... Теперь продолжим бросать яблоко. Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да чтоб тебе вот эти вот постройки только мешают мне. Ну что там? Кто там опять отдуплился? Господи, лучники, давай, вперед. Смотри, сколько их здесь, а? Рыцари не могут пробить ворота. Господи, ну... Мы знаете, что можем сделать? Отхилить. Отхилить наших ребят. И дальше бросать валуны. Какой крепкий у него замок, а? Блин! Яблоко, ребята, продинамил. Поверху она попала. Так, давай еще. Вызывать. Вызывать надо армию постоянно. Так, вот это что такое, друзья мои? Что вот это за... За знак? Не могу понять. А-а-а! Мы флаг, что ли, у них забрали? Мы флаг забрали. Вот оно что, друзья. Мы флаг забрали, значит, мы сейчас... Если мы его... Так, я все смотрю. Если мы этот флаг донесем, по ходу дела, до своей базы, мы выиграли. Ведь так? Они, конечно же, не будут нам этого давать дела, да? Я усек. Я усек все это дело, друзья мои. Так что давайте... Я не знаю, может быть... Интересно, ослы быстрее двигаются, да? Да, слушай, они, по-моему, быстрее двигаются, чем кто-либо. Так что выгоднее, наверное, нам именно ими забирать. Ну, и еще, кстати, не помешало бы, знаешь, что сделать? Вот такую штуку. Пока он идет с флагом, по крайней мере, у него все здоровье восстанавливается. Так, давай-давай, иди там, не ори. А мы пока тут будем мешать ему. Ага. Смотрите, друзья, мы практически донесли, практически донесли. Сейчас, по-моему, мы здесь с вами выиграем. Ну? Да как же подбили они его, да, все-таки? Они его все-таки подбили. Здесь, наверное, надо было не так сделать. Овцу запускать. Ха-ха-ха. Ладно. Давай еще вызовем. Немножечко нашей армии. Победа. Враги получили по заслугам. Открыт новый боец. Воин с катапультой. Ваша тяжелая артиллерия. Он опасен и для замков, и для солдат. Нифига тебе такой чувак, блин. Открыта новая бонусная комната. Флаг королевства. Оружие перезаряжается быстрее. Нифига мне там бонусов понадавали, да, друзья? Вот это смак. Вот обожаю, обожаю. Так, ну что? Давай быстренько зайдем в замок, опять же, в редактор. А что мы получили с вами? Так, погоди-ка. А что нам дали? Тут у нас все это было. Ладно, хорошо. Давай зайдем, потому что тут, может быть, оно, как говорится, и не видно, да? А на редакторе оно сразу же показывается. Так, вот здесь нам придется уничтожить эту штуку для того, чтобы поставить. Где эта комната? Где она? Вот он. Вот он, да? Флаг королевства. Ага. Я понял. Вот эта штука нам еще тоже мешается, да? Без нее, по-моему, должно быть крутенько. Ну-ка, проверим. Слушай, погоди. А куда я должен тогда поставить флаг королевства? А! Он не помещается в рамки. Все, я понял, друзья. Блин. Интересненько, интересненько. Получается, что же мне тогда сделать? Вот тебе и первая незадача, друзья мои. Что я здесь и как это должен сделать? Если я уберу... Ладно, давай, я рискну. Друзья, я рискну. Вот это вот все убираем. И ставим вот сюда. Это большой, конечно, риск. Так, подожди. А почему я не могу поставить-то и здесь даже? Вот здесь могу. Хм. Так, ладно. Давай тогда с тобой что-нибудь подумаем. Нам можно поставить вот такой вот блок. Нет, этот маленький, да, какой-то блок. Вот если вот так вот. Ага. Тоже не могу поставить. Тогда давай сделаем вот так вот. Вот сюда мы ставим вот такой вот постамент. А на него уже тогда поставим флаг. Ведь поставится? Да, вот теперь он поставится, друзья. Вот таким вот образом. Конечно, как-то немножко корявенько это все выглядит. Я бы даже сказал, очень сильно корявенько это выглядит все. Уничтожит его в 3 секунды. Если попадут по нему валуном. А здесь он тоже не помещается. Эх. Жалко здесь нельзя как-то расширить свою территорию, да, друзья? Ладно, пускай он будет стоять здесь. Ну а что, у нас другого варианта нету. Как бы я не хотел. Можно, конечно, здесь полностью все переделать. Полностью. Вот, например, вот здесь вот излишки. Вот зачем они нам здесь нужны, а? Согласись, они не нужны. Вот эта вот лесенка тоже нам не нужна. Это можно все почистить и немножечко снизить. Вот эти вот тоже. Много здесь места занимается ерундой всякой. Вот это вот, например, тоже нам не нужно. Это как стоит, знаешь, для чего? Ну, чтобы между комнатами было какое-то расстояние, чтобы не уничтожались сразу все постройки. А постепенно. Ну, я пока оставлю вот так вот, друзья. Потом, может быть, я переделаю уже, может быть, даже за кадром. И покажу вам, как мой замок будет выглядеть в идеале вообще. Ну, а пока вот таким вот образом. Так, ну что? Сохраняю я свой замок такой вот никудышный, нелепый. Но тут-то главное, не важно, как он выглядит. Главное, чтобы он был эффективным. Сохранение. И что у нас там еще дальше? Нам подсунули, по-моему, еще что-то, да? Новенькое. А, ну да, нам же дали катапульты теперь нам доступные. Да, я понял, понял. Так, снаряга. Вот он. Ваша тяжелая артиллерия. Он опасен для замков и солдат. Естественно, нам нужно его улучшить. Одно только улучшение, да, смог сделать. И ставим вместо кого? Вместо, наверное, вот этих вот мечников, да? Мечник. Погоди-ка секунду. А я его не могу взять. А почему не могу взять? Неужели в редакторе карт я пропустил какое-то здание? То есть, у нас еще должна быть башня с артиллерией? Я ничего не ошибаюсь? Ну-ка, подожди, давай глянем. Мы с вами поставили флаг, да? Значит, еще должна быть здесь комнатка одна. Ну, я не вижу ничего такого. Вот она. Йопарас, это комната. Эта комната еще больше. В общем, смотри, что нам придется с вами сделать. Нам с тобой надо будет уничтожить вот это все. Вот это вот все нам придется бомбануть. Бомбануть. Я знаю, что этого делать не стоит. Но, поверь мне, оно очень много занимает места. Причем, нужного места. Так, это все убираем. И теперь... Теперь что мы с вами делаем? Сюда в любом случае, да? Не поместится. Так, вот это вот здание я могу, по ходу дела, перенести вот сюда, да? Вот так оно будет стоять. Дальше. Паладина я тут... А, тут надо вот так вот сделать. Перенести. Сохранить. Паладина, например, перенес. Вот так вот. Эту мы смещаем сюда. Вот это можно уничтожать. Это ерунда. Давай вот так вот сделаем. Для чего я это делаю, друзья мои? Освобождаю место. Освобождаю место. Так. Вот это вот нам не нужно. Вот так смещаем это все дело. Сюда. Так, а если я вот это вот, например, уберу и вот так вот поставлю? Так вот, наверное, будет получше, да? Или же лучше вообще это поставить где-нибудь... Сюда или даже вот сюда вот. Так, подожди. Этим мы займемся с тобой немножко попозже. Этим флагом, гербом. Как-то, как-то все корявенько немножко не так. Ага, вот это мы уберем. Вот так вот выставим. Так, и самое главное, что? Вот это тоже нам не нужно. Я это уберу. Сюда мы немножко с вами протянем. Вот так вот капельку. Только, наверное, надо было немножечко вот так вот сделать, да? Хоп. Вот сюда поставим нашего жреца. Вот таким вот образом. Вот здесь тоже не нужно. Зачем она нам вот эта вот постройка? Занимает, опять же, очень много места. Все, теперь, теперь я могу сюда поставить... Слушай, а может быть нам лучше вот так вот сделать, друзья? Как бы поближе к краю. Потому что спереди нам в любом случае придется как-то выставлять защитные постройки. Чтобы нам вот это вот все не снесли. Так, теперь давай. Где у нас там чувачок-то этот? Вот он, да? Вот сюда мы его влепим. И... Да что ж ты, я говорю, сюда вот влепим. Блин, подожди, не так сделал маленько. Вот тут. В вашем замке не более одного... Не более одного процента. Так, вот этого мы тогда с вами придется... Придется убрать мечника, друзья мои. Ну, а что поделаешь? Вот убрал я мечника. Так, а сюда я могу поставить? Да, ну толку от этого пока никакого нету. Ну что ж, давай, давай. Катапульщика нашего сюда вот. Хе-хе-хе-хей. Эх, да что ж ты будешь делать? Ладно, я его... А что? Различный... В вашем замке может быть не более одного процента. Я не понял, а в чем проблема-то? Ну, давай, хорошо, хорошо. Давай мы уберем вот ослов. Сейчас это мне дадут поставить, если я вот, например, вот так вот заменил, грубо говоря. Ну, ага. Значит, ослов заменили. Понятно. Ну и теперь можно вот ставить сюда вот этот вот флаг. Флаг установил. Теперь нам нужно что-то такое защитное влепить. Я думаю, что начнем, наверное, вот с этого, да? Вот так. Дальше. Или вот это? Нет, вот это все-таки лучше. Так, сохраняем. Дальше у нас пойдет, наверное, вот эта вот штука. Да, давай ты вот сюда ставься. Тоже сохраняем. И дальше вот эту возьмем. Вот так вот. Ну, это пока на первое время, друзья мои. Все, теперь мы с вами, естественно, это все дело сохраняем. Да все-все-все, хорошее. Все-все, больше не надо мне ничего делать. Сохраняем наш же замок. Он какой-то стал маленький, да? Компактненький. Но в то же время он, не забывайте, друзья, не очень хорошо защищен. То есть снарядами могут его быстро в пух и прах мне снести. Так, выйти из редактора. Да. И поехали, наверное, еще один быстренько с вами бой зашпилякаем. Так, все, да? Все хорошо. Поехали. Смотри, солдаты крадут то, что добыли из шахты. К сожалению, мы не можем им помешать. Они забракодировали мост. Но моим стрелам не нужен мост, чтобы до них добраться. Отойди в сторону, я их остановлю. Угу. Профилактика преступлений. Остановите воров. Оу, я лордом... Что? Понятно, я понял. Я должен с ними разобраться, да? Я разберусь с ними, с этими ворами. Они, видите ли... У... Крадут нашу руду. Да хорош уже там. Ну? Куда ты потащил? Куда ты потащил? Лукаре, иди отсюда. В лобишник прям. Хэдшотик, по-моему. То есть, я так понимаю, я должен их убивать. Вот так будем делать. Не-не-не-не-не-не, парень. Не падаешь, что тут прибыл. Так. Ну где там? Кто там еще? Где следующий враг? Ну, минус. Отлично. Никаких вам... Кто там строчит? Я его, друзья, не вижу. Но он там есть. Точнее, был. Лукарь, лукарь, отвали. Идет такой в наглую. Сколько должен убить-то их вообще здесь? Пока не скажут стоп. Ладно. Есть! Получите пострелив колено. Победа, друзья мои. Ну, конечно. Ха-ха. Ха-ха-ха. Что случилось, сынок? Не держи в себе. На войне нам всем нелегко. Иногда я чувствую себя таким бесполезным. Но боевые показатели у меня никакие. Даже атаки на расстоянии нет. Я понимаю, что ты чувствуешь. Правда? Да, правда. У меня есть отличный лук. Да и в ближнем бою я кого угодно свалю. Не говоря уже о моей супер-атаке. Я бесполезен. Слушай, погляди на это с другой стороны. Тебе не нужно много еды. А из-за небольшого размера по тебе сложно попасть. Уверен, что с парой улучшений ты сможешь стать бойцом дня. Вы правда так думаете, сэр? Ну, конечно. Идем. Я это докажу. Ха-ха-ха. Ну, молодец. Сэр Гарри все-таки, ну, как бы, заботится о своей армии. Не дает ей раскиснуть. Да, друзья. Ну, а мы, пожалуй-ка, с вами на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот видосик. А мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что все пока и удачи. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова